Девушки отдыхают Тайны лесов Севера долго ждали своего часа, и он настал Люди со всех концов планеты вновь соберутся на просторах Калевалы И понесут мифы и сказания предков сквозь дикие земли Севера Чтобы собрать их воедино в четвертый раз Отважные путешественники со всего мира встретятся на священных землях Калевалы Чтобы отправиться в самое необычное странствие своей жизни Побороться с природой, могучими соперниками и с самим собой Познать, что такое настоящий вкус жизни Добро пожаловать на самое значимое событие в ездовом спорте В восточноевропейской части России Гонку Калевала-2013 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед вами участники гонки Калевала-2013 В этом году участвовать в соревнованиях прибыли 45 спортсменов из пяти стран мира Тема гонки – путешествие легенд мира по земле эпоса Калевала Каждый каюр, решившийся на покорение 440 километров Понимает, что это очень серьезные и ответственные испытания Как для человека, так и для его собак Чтобы выйти на старт, требуется ежедневная подготовка всей команды в течение нескольких лет А это титанический труд и психологическая выдержка Только регулярные, изнурительные тренировки позволяют преодолеть в зимних условиях Сложнейший рельеф гонки Калевала В течение семи дней выносить напряжение на пределе человеческих возможностей Рваться вперед, превозмогая усталость И на пике спортивных амбиций не сгубить свою команду Могут только люди, неоспоримо сильные духом Целеустремленные и одержимые идеей дойти до финиша Каждый каюр, решившийся на участие в гонке Калевала Уже легенда ездового спорта Ветеринарная и судейская бригады гонки представлены специалистами мирового класса Главный судья, один из наиболее авторитетных специалистов на планете Американец Терри Хайнзли, неоднократно судивший гонку Айдиторот Что вот уже более 40 лет проходит на Аляске И его соотечественница Карлайн Гриффитс Президент Международной ветеринарной ассоциации ездового спорта Выступает в роли главного ветеринара Помимо этого, Карлайн трехкратный обладатель награды Золотой стетоскоп, присуждаемый лучшему ветеринару гонки Айдиторот Гонка Калевала состоит из шести этапов Общей протяженностью в 440 километров Трасса гонки проложена так, чтобы создать для спортсменов Максимально разнообразные условия ее прохождения Затяжные озерные участки сменяются агрессивным ландшафтом леса Где гонщики в полумраке тайги вынуждены преодолевать тяжелые подъемы и резкие спуски Открытие гонки Калевала Это самое яркое представление с участием легенд ездового спорта Все, кто приезжает на гонку, независимо от дисциплины и опыта Принимают участие в торжественном параде Окруженные тысячами зрителей Флаг гонки Калевала по традиции поднимают победители прошлогодних соревнований Глава и министр спорта Республики Карелия А также другие официальные лица Приезжают сказать приветственное слово И пожелать успехов героям гонки Более масштабную церемонию открытия сложно себе представить И вот, наконец, начинается самое интересное Открывается стартовый коридор гонки Пролог Самой красочной и открытой для зрителя части соревнований Под прицелом десятков камер Участники гонки промчатся по стартовому коридору Под восторженными взглядами публики Итак, друзья, в сегодняшние гонки принимают участие 45 францменов Это представители 5 стран и 17 ребёнок России Давайте ещё раз попрестуем Из нескольких стран поехали суперзвёзды В общем-то такой предостаточной величины И их будет чрезвычайно тяжело В этом году, я думаю, гонка будет ещё интереснее, чем в прошлом Участников стало больше Трасса в этом году подготовлена лучше, чем в прошлом Спортсменов прибавилось опыта Готовы гонки? Собаки готовы? Вы готовы? Побежим! Первый этап гонки Калевала 2013 Дистанция 77 километров Расстояние до контрольной точки 33 километра Старт и финиш посёлок Калевала Наступает новый день Время давать старт основной части соревнований Первый этап гонки – это момент, когда спортсмены и их собаки начинают работать действительно на полную мощность Нервное напряжение старта осталось позади, на прологе Теперь все с радостью бросаются в бой с трассой гонки, на которой хватает сюрпризов После затяжного озёрного участка гонщиков ждёт сложнейший лесной маршрут Подъёмы здесь такие долгие, что не каждому их удалось осилить без остановки Все без исключения спортсмены бежали в горку, подталкивая нарты помогая собакам преодолеть эти непростые подъёмы Разгорячённые после изнурительного бега по лесу участники вновь выскакивают на открытое, обдуваемое всеми ветрами пространство озера Средняя Культа А температура воздуха тем временем опускается ниже 20 градусов мороза Но ни холод, ни другие сложности не могут остановить тех, кто целый год ждал начала этого путешествия через леса и озёра Северной Карелии Первый этап гонки Калевала 2013 стал последним для семи участников В дисциплине упряжки неожиданно снялся с дистанции дважды бронзовый призёр соревнований прошлого и позапрошлого годов Евгений Балеев Также Прохор Дубравин и Мария Бакунева В дисциплине «Скиджорин» гонку покинули Елена Мачтина и Сергей Крышко Неожиданными для всех оказались тройки лидеров В дисциплине упряжки на первое место вырвался молодой карельский спортсмен из Кудомы Александр Столяров обойдя опытных мэтров ездового спорта Чеха Милослава Николясика и немца Карла Хабермана который, кстати, даже в мировом рейтинге каюров занимает достаточно высокую позицию Ещё более сенсационным стал финиш первого этапа в дисциплине «Скиджоринг» Второй пересекла финишную черту аутсайдер гонки прошлого года Вита Черная В лидеры вырвался молодой спортсмен Александр Чингин На третьем месте обосновался чех Петер Эльстер А многократный победитель гонки Калевала Сергей Беспалов оказался аж на шестой позиции Второй этап гонки Калевала Дистанция 63 километра Расстояние до контрольного пункта 33 километра Старт посёлок Калевала, финиш деревня Войница Старт второго этапа гонки Калевала – начало первого автономного маршрута Сегодня гонщики не вернутся в свои тёплые домики на базе Вэлт Им предстоит ночевать всем вместе в исторической деревне Войница Но это будет чуть позже А пока спортсмены только отправляются в путь Впереди у них участок с очень непростым поворотом в виде петли через небольшую рощицу Многие каюры не сумели с первого раза выполнить этот манёвр Далее затяжной и прямой как стрела участок, который в совокупности с невероятно широкой трассой гонки позволил спортсменам устроить настоящий драгрейсинг Каюры и скиджеры с удовольствием демонстрировали зрителям обгоны На этом этапе участники движутся по таким бескрайним просторам, что ощущают себя кораблями, затерянными в морской пучине Но потеряться на самом деле гонщики не смогут даже при желании Передвижения всех спортсменов отслеживаются с помощью индивидуальных GPS-трекеров Любой человек может через интернет наблюдать за местоположением каюров и скиджеров Вот он, долгожданный финиш в деревне Войница Это небольшая рунопевческая деревушка с очень богатой историей И участники гонки Калевала пишут в этой истории новую главу прямо у нас на глазах Еще пару лет назад никто бы не поверил в то, что по древним карельским деревням будут разгуливать люди со всех концов земли Которые добрались сюда не на туристическом автобусе, а на собачьих упряжках Однако вот они, счастливые и довольные, делятся своими впечатлениями Это очень сложная гонка, потому что собаки спят под открытым небом В Европе такое уже редко где встретишь Раньше тоже собаки спали на улице на многих соревнованиях Но сейчас это почти не встречается Мои собаки поначалу немного растерялись Я принес им сено, а они смотрят на него и как бы спрашивают Что нам с ним делать, хозяин? Сложно выстроить какую-то стратегию, потому что мои соперники очень быстрые Я сейчас на третьей позиции Проигрываю несколько минут и надеюсь, что у меня получится сократить разрыв Сделаю все, что смогу В Калевале здорово, здесь все очень красиво Ночевка в Рунопевческой деревне – это далеко не курорт Однако к условиям отдыха для собак здесь относятся с максимальной серьезностью Организаторы строго следят за тем, чтобы все необходимое для восстановления сил главных героев гонки – ездовых собак В избытке было на местах ночевки и доставлялось вовремя По результатам второго этапа можно более четко отследить фаворитов гонки 2013 года Александр Столяров решил показать мэтрам ездового спорта, что молодость и энергию можно противопоставить опыту и классу Его отрыв от Милослава Миколясика составил 50 минут Победитель гонки 2012 года спортсмен из Финляндии Юси Пятикайнин тем временем оказался только на девятой строчке В дисциплининский джоринг лидировали Петер Эльстер и Александр Чингин Сенсационная скорость виты черной позволила ей удержаться на третьей позиции Третий этап гонки Калевала Дистанция – 65 километров Расстояние до контрольного пункта – 30 километров Старт – деревня Войница, финиш – Хуторхэмми В самом разгаре – третий этап гонки Калевала И мы с вами пробиваемся через лес к хутору Хями Добраться сюда можно только на снегоходе Других дорог к этому населенному пункту в зимний период попросту нет В это время спортсмены движутся нам наперерез Чтобы попасть на хутор и пересечь финишную черту Им предстоит преодолеть озерный участок и забраться на крутую горку Которую участники преодолевали уже из последних сил Мороз по-прежнему держался в районе 25 градусов На финише нас снова ждали покрытые льдом лица гонщиков и их собак После прохождения ветеринарного контроля Гонщики отправляются на свой, наверное, самый живописный и душевный за всю гонку отдых В Хями все по старинке Уютные небольшие избушки для ночевки, банька и прорубь Здесь нет даже электричества Организаторы на время гонки питают хутор с помощью генераторов Каюра и Скиджеры с удовольствием делятся впечатлениями И рассказывают о своих и чужих секретах успеха Конечно, я стараюсь, я очень устаю Но большую часть работы выполняют собаки Конечно, это собачий рай Я думаю, каждый гонщик, спортсмен, машин мечтает жить в Карелии Меня устраивают и эмоции, ну и, конечно, результат Он меня немножко шокировал первый день, когда я оказалась первой Но, в принципе, учитывая физическую подготовку собак, удивляться нечему Сегодня утро было минус 32 градусов Но очень холодно, очень холодно Но все хорошо, собаки хорошие Я не замерз По результатам третьего этапа очень сильно прибавил скорости Финский спортсмен Юси Пятикайнин, перескочив с девятого места сразу на четвертое В Скиджоринге более или менее прояснилась расстановка сил Уверенно лидировал Петер Эльстер, замыкала группу, находясь на 11 месте Екатерина Жукова А Вито Черная тем временем переместилась на вторую позицию Четвертый этап гонки Калевала Дистанция 60 километров Расстояние до контрольного пункта 30 километров Старт Хутор Хяме, финиш поселок Калевала Четвертый этап гонки превратился для спортсменов в настоящее испытание погодой А вернее, не погодой На термометре минус 34 Небо затянуло тучами и постоянно идет снег На открытых пространствах наблюдается также нешуточный ветер В таких условиях контрольная точка посреди этапа становится для участников маленьким островком тепла в океане в юге Чекпоинт – это возможность немного отогреться горячим чаем и заодно проверить состояние собак Каюры останавливаются здесь по желанию, в то время как для скиджеров это обязательное условие Сложнее всего сейчас, конечно же, тем, кто находится ближе к концу таблицы Пытаться не падать духом и продолжать путь, несмотря на такие погодные условия – это очень непросто Психологически нужно быть готовым Потому что, опять же, ты не один, у тебя восемь твоих товарищей, которые тебя тянут Которым ты должен найти общий язык, которым могут отказаться Соответственно, это все нужно готовиться И своих друзей, своих собак, свою команду нужно готовить Финиш четвертого этапа проходит уже в условиях полноценной метели По озеру спортсмены движутся словно в пустоте На многие километры не видно ничего вокруг Спасает только разметка трассы На финише четвертого этапа спортсмены и их собаки выглядят далеко не так жизнерадостно, как на предыдущих Но, тем не менее, это зрелище, которое стоит многого Полностью обледенелые, но счастливые собаки и их хозяева У меня как-то в шахматном порядке пошли этапы Первый пролог был очень тяжелый Как-то нам было достаточно тяжело разойтись Вот, а дальше мы побежали хорошо Я как-то вошла в ритм Конечно, это гонка такое большое сумасшествие Потому что все куда-то бегут У всех глаза горят Все хотят улучшить свои результаты И, конечно, тоже хочется подтягиваться за такими большими спортсменами с хорошими результатами Но мы идем спокойно, равномерно, собственно, как мы предполагали Потому что для нас будет большой удачей, чтобы дойти всю дистанцию Спокойно мы не гоним На этом этапе снова уменьшился список идущих к финишу Не выдержали жесткого темпа гонки И покинули соревнования Каюр Юрий Нырков и Скиджер Алексей Ковалев Московский спортсмен Вячеслав Демченко Не прошел проверку обязательного снаряжения И получил 20-ти минутный штраф Пятый этап гонки Калевала Дистанция 75 километров Расстояние до контрольного пункта 35 километров Старт поселок Калевала Финиш деревня Хайкаля Мы снова в местечке Кормушниеми На территории стартового городка международной гонки на собачьих упряжках Калевала 2013 Разыгравшаяся на четвертом этапе непогода в прошлом Нам снова светит яркое солнце Не уходит только мороз На термометре 23 градуса ниже нуля Спортсмены готовятся к очередному старту Просто рвутся в бой собаки некоторых участников Сегодняшний маршрут снова автономный Гонщикам предстоит ночевать в исторической деревне Хайкаля А до нее еще нужно добраться Участникам гонки снова предстоит преодолеть маршрут с очень разнообразным ландшафтом Но зато по его завершению их ждет настоящая красота Хайкаля – уникальная северокарельская деревня Где все постройки воздвигнуты по правилам деревянного зодчества Тут есть на что посмотреть Неприглядные с виду карельские избушки внутри оказываются настоящими музеями крестьянской жизни северных Карел На пятом этапе финиш получился очень плотным В скиджоринге разрыв между спортсменами в первой тройке не превышал 25 минут Упряжки финишировали еще более агрессивно И существенно прибавил в скорости чемпион прошлогоднего заезда Юси Пятикайнин В общем зачете по-прежнему лидирует Александр Столяров А лучшее время на этапе показывает немецкий спортсмен Карл Хаберман В принципе пока все идет по плану Единственное, что может немножко выбить из колеи Это то, что одну собаку придется снять Стратегия остается прежней То есть у меня сейчас есть определенный запас по времени И в принципе я как бы... Все получается То есть даже если, не дай бог, какие-то форс-мажорные обстоятельства У меня есть запас, поэтому я себя пока чувствую спокойно Шестой этап гонки Калевала Дистанция 75 километров Расстояние до контрольного пункта 35 километров Старт деревня Хайкаля, финиш поселок Калевала Вот он, финальный бросок 75 километров отделяют участников от финишной черты Это шестой, заключительный этап международной гонки на собачьих упряжках Калевала 2013 Солнце сегодня настолько яркое, что на озере Куйта образовались миражи Как будто новые острова выросли прямо посреди льдов Температура воздуха 26 градусов ниже нуля Спортсмены пробиваются к финишу При таких экстремальных погодных условиях на трассе может произойти что угодно Поэтому шанс на победу есть у каждого участника И фавориты знают об этом Никто не расслабляется ни на секунду Стратегия Александра Столярова сработала Он первым пересекает финишную черту И его общий отрыв по итогу гонки составляет 1 час и 3 минуты На этот раз золото Калевалы досталось российскому спортсмену На удивление хорошо выглядят собаки-победители Они с удовольствием принимают от благодарного хозяина угощение Серебро и бронзу гонки Иностранные гости наотрез отказались отдавать И бьются до последнего Вторым финиширует с чешским флагом Милослав Миколясик Третье место достается немцу Карлу Хаберману Однако счастливы в этот момент не только победители Счастливы все Для самих гонщиков и их собак это самая большая радость О какой они только могут мечтать Атмосфера гонки, борьба с собой, с природой и с именитыми соперниками Это то, ради чего каждый из них приезжает сюда Год, наверное, мечтали, чтобы сюда приехать И увидеть вот это все И мы когда сюда приехали, мы ни чуточку не разочаровались Сегодня, вчера, позавчера мы бегали Видели эти все сопки, подъемы, болота, озера Это, наверное, стоило сюда проделать такой путь Чтобы поучаствовать в данном мероприятии Мы не ехали как фавориты, как аутсайдеры Наша задача, да, очень легкая и простая Ну, на первый взгляд, дойти Еще один удивительный в спортивном плане факт Это минимальный разрыв между упряжками и скитжерами по общему времени Невероятно высокие результаты показывают в этом году лыжники с собаками На финишной прямой чешский спортсмен Петер Эльстер Новый чемпион калевалы в дисциплине скитжоринг на дистанции 440 километров Его время прохождения всей трассы целиком 23 часа и 9 минут Это всего лишь на 2 часа дольше, чем лучшее время в дисциплине упряжки Это фантастическая скорость на фантастической дистанции Ведь 440 километров в скитжоринге Это уникальная и самая длинная дистанция на планете в этой спортивной дисциплине Такое пока не повторяют ни на одной гонке, кроме калевала Сенсационным также стал финиш серебряного призера гонки калевала 2013 виды черной Такого исхода не мог предсказать ни один аналитик Второго места от спортсменки из Петербурга не ожидал никто Спасибо большое, что меня дождались на финише Я волновалась Перед вами итоговая таблица результатов гонки калевала 2013 года 11 из 13 каюров, выступающих в дисциплине упряжки 440 километров Справились с дистанцией и добрались до финиша В скитжоринге 10 спортсменов из 16 заявившихся Успешно пересекли финишную черту Соревнования в этом году проходили очень чисто Минимум штрафов было вынесено судьями И всего лишь одна дисквалификация за все шесть этапов Это лишний раз подтверждает уровень подготовки спортсменов Потому что судейство на гонке калевала 2013 более чем строгое и объективное В этом году гонка калевала очень выросла в соревновательном плане Каюры намного лучше подготовлены Собаки у всех в замечательной форме Думаю, что намного больше спортсменов сумеют дойти до финиша и показать хорошее время Да и с погодой в этом году очень повезло Судить гонки в России очень интересно, но сложно Мешает языковой барьер и особенности русского характера Поначалу нам приходится немного привыкать друг к другу Но мне все это очень нравится Я уже втянулся Всех, кто только мечтает заниматься ездовым спортом Я хочу предупредить, что это очень затягивает И если вы начнете работать с собаками Это, скорее всего, станет главным хобби вашей жизни Помните об этом Наконец-то! Великий путь пройден до конца Церемония награждения победителей гонки калевала 2013 2013 завершает путешествие этого года Семь дней они сражались, чтобы узнать, кто же все-таки лучший из лучших И вот этот час настал В дисциплине скиджоринг новым чемпионом становится чешский спортсмен Петер Эльстер Серебро и бронзогонки достаются Вите Черной и Александру Чингину Это непростая победа Было очень тяжело, но я все равно в восторге От того, какая здесь трасса и вообще от уровня соревнований Я, если честно, не ожидал, был приятно удивлен Для меня это первая гонка такого серьезного уровня Всем будущим чемпионам желаю успехов Побольше позитивных эмоций И поменьше травм у вас и ваших питомцев В дисциплине упряжки заслуженную волевую победу одержал Александр Столяров Второе место досталось чеху Милославу Миколасику Бронзовым призером гонки стал немец Карл Хаберман Судьи были абсолютно справедливы В том числе не обошлось без штрафов и в отношении меня Но абсолютно объективно Поэтому я оцениваю максимально хорошо работу всей судейской бригады Это первая гонка, пожалуй, на такую длинную дистанцию Естественно, на тренировках я катался по аналогичным дистанциям Но в соревнованиях такого плана я участия не принимал Это первый мой раз Естественно, не обделены вниманием и те, кто не так часто, как гонщики Блистает под вспышками камер Но без кого это мероприятие не смогло бы состояться? Судейская бригада, команда ветеринаров, инструкторы, техбригады, переводчики и многие другие Своим словом завершает праздник главный судья гонки Терри Хайнсли Так закончилась новая глава великой летописи Калливал В следующем году бесстрашные герои соберутся снова И путешествие по северным землям продолжится Они никогда не останавливаются на достигнутом и поэтому свободны Они знают, что только в борьбе скрывается истинный вкус победы Каждый год они собираются вместе, чтобы доказать всем Нет на свете ничего сильнее настоящей команды Вкуснее свежего ветра и важнее, чем верные друзья Они всегда побеждают вместе Независимо от того, кто оказался на пьедестале В этом году они соберутся снова И ты можешь быть среди них С 9 по 16 марта 2014 года Звезды ездового спорта со всей планеты Против 440 километров диких земель севера Самое значимое событие сезона в русском ездовом спорте ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Калевала 2014 Путешествие легенд мира по земле эпоса Калевала ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok